Число погибших в ходе январских беспорядков увеличилось до 227 человек. Скончались еще двое, об этом сообщает Минздрав. Обновила цифры и Генпрокуратура страны. По данным ведомства, в настоящее время расследуется 695 дел по фактам тяжких и особо тяжких преступлений. В их числе акты терроризма, убийства, а также призывы к захвату власти. Суды рассмотрели более 8 тысяч административных дел, связанных с прошедшими событиями. Итак, под арестом остаются тысяча два человека. Зачистки продолжаются по всей стране. В Алматы за сутки задержали еще 147 человек. Общее количество подозреваемых приближается уже к трем тысячам. Об обстановке в городе на этот вторник расскажет наш корреспондент Алтын Мендебаева. В комендатуре ежедневно обновляют данные о числе задержанных. Их общее число 2748 человек. По версии следствия, это те, кто участвовал в беспорядках, мародерстве и других преступлениях. Сейчас в городе проходит акция по добровольной сдаче оружия. Граждан, которые хранят боеприпасы незаконно, просят передать их в ближайшее управление полиции. В таком случае уголовной ответственности не последует. Всего изъято 131 единица огнестрельного оружия и 4179 проеприпасов. За минувшие сутки на пульт 102 поступило всего 437 сообщений. На колл-центр комендатуры 41 сигнал от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Во время задержаний полицейские нашли даже похищенную служебную собаку. Ее у военнослужащего отобрали во время массовых беспорядков. Тогда солдата ранили, а пса забрали. Сегодня в стенах полицейского подразделения они снова встретились. Сегодня же в полиции Алматы обнародовали кадры уничтоженного автопарка. Известно, что в результате массовых беспорядков пострадали сразу 165 служебных авто. 64 из них восстановлению не подлежат. Что касается пострадавших в здании, власти сообщили, составление первых расчетов и смет планируют закончить до конца этой недели. В городском же Акимате, который выгорел практически полностью, сейчас продолжается техобследование. Там начали демонтаж внутренних стен.